Председатель окружной думы Александр Маслов посетил село Кончалан. Он осмотрел местный центр образования, больницу, почтовое отделение и магазин. Также встретился с местными жителями и обсудил насущные проблемы. Подробности в нашем сюжете. Председатель окружной думы Александр Маслов с рабочим визитом посетил национальное село Кончалан. Вместе с главой местной администрации и руководителем сельхозпредприятия они обошли основные социальные объекты села. В центре образования состоялся разговор с педагогами и воспитателями. В своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Путин говорил о необходимости ввести бесплатное горячее питание для школьников. В Кончалане эту проблему давно решили. В школе двухразовое горячее питание, а ребята, живущие и обучающиеся в интернате, питаются пять раз в день. Нареканий к работе поваров нет. Председатель окружной думы узнал о проблемах образовательного учреждения. И самое главное – недостаток существующих площадей. Из-за этого 23 ребенка не могут посещать детский сад. Списки на очереди ставят на детский сад. Так вот 20-25 человек. Соответственно, нам необходимо еще одно. Ну, строительство помещения еще для одной группы. Вот одна группа младшая или старшая, она берет где-то 25-30 человек. Ну, еще если открыть среднюю группу, так как это во всех садах есть, то, соответственно, это решит вопрос у нас по детскому саду. Председатель окружной думы пообещал помочь в разрешении данной ситуации. Сейчас в селе постепенно решается жилищный вопрос. В феврале 12 семей будут праздновать новоселье в этом здании. В него въедут жильцы ветхих и аварийных домов. Новое жилье практически готово. Остались небольшие отделочные работы. А до конца года в Кончелане построят еще 14-квартирный дом. Но полностью квартирный вопрос в селе это не решит. Директор сельхозпредприятия сетует на отсутствие жилья для приезжих специалистов. В оленеводской среде, конечно, она у нас так-то остро стоит. Но не среди оленеводов, а среди специалистов средней звена, среди старших специалистов и главных специалистов. И также по механизаторам. Сейчас много приезжает с материка, должны приехать специалисты. Вот как раз для них не хватает жилья. В целом решить проблему с жильем смогли бы еще 30 квартир. В местной администрации надеются, что в ближайшие годы строительство продолжится. Кроме того, здесь должен решиться вопрос с двумя двухквартирными домами, построенными в 2017 году, но так и не принятыми у подрядчика. Ряд недоделок, а возможно конструктивных просчетов, не позволяют въехать в них жильцам. Председатель окружной думы решил помочь ввести дома в эксплуатацию. В каждом селе проблемы-то схожи. Куда бы ни приезжал, почта, лекарства, доставка, жилье, билеты. Давайте смотреть. Если мы говорим, тут надо разбираться, и мы уже со своей стороны готовы с этими домами подключиться, ну, конечно, это надо делать. Ставят два построенных дома, люди на них смотрят и не понимают, почему мы въехать в них не можем. Это тоже чего-то ненормально. Это значит, где-то на каком-то уровне что-то не срабатывает. Александр Маслов посетил местный магазин, отметив хорошее снабжение села, а также почту и больницу. Как медик, и его волновали вопросы здравоохранения. Как бывший главврач окружной больницы, он интересовался запасами лекарств, укомплектованностью специалистами и эпидемиологической обстановкой в Кончелане. Очень много поступает больных и обращается с острыми саппортознурными заболеваниями. Но, значит, по обеспечению у нас недостатков нет, потому что поступило множество противовирусных препаратов. И мы проводим лечение. Местные больницы требуются небольшой косметический ремонт палаты и процедурного кабинета. А в целом ситуация с лечебным учреждением вполне приемлема. Всего несколько часов пробыл председатель окружной думы в Кончелане. Он успел встретиться со многими местными жителями, пообщался на разные темы, выслушал проблемы. В Анадре уже на окружном уровне он будет искать пути их решения. Владимир Сироткин, Ярослав Сертун, Вести Чукотка.